Увидеть Луну и даже потрогать ее собственными руками – мечта многих. Но для жителей улицы Германа Титова она стала реальностью. Недавно в жилом комплексе «Солнечная система» появился настоящий космический подъезд. Светильники в виде планет, круглые зеркала, граффити с ракетами и космонавтами. Так сейчас выглядит один из химкинских подъездов. А еще недавно здесь были просто однотонные стены. Теперь современное арт-пространство. И все это придумали сами жители. Помогали им работники управляющей компании. Изначально предложенный дизайн, который предлагался в этот подъезд, был морской темой. Но в связи с тем, что у нас ЖК называется «Солнечная система», находимся на улице Германа Титова. Все-таки космический дизайн был более уместен. И теперь этот подъезд радует не только жителей. Он стал лучшим во всем Подмосковье. Свою высокую оценку дали представители Министерства ЖКХ. «Впервые в вашем подъезде нахожусь. Мог оценивать только полуфотографическим материалом. Такое мнение было фотошопом. Что-то нереальное, потому что очень домашнее, очень мило, красиво, классно». Эта победа – заслуга жителей всего дома. Конкурсная комиссия отметила победителей и вручила заслуженную награду – поездку в Нижний Новгород на 40 человек. «Тот случай, когда ожидаемая и реальность – это зеркальное отражение от одного и того же. Все участники на достойном уровне были представлены, но данный подъезд – он реально лучше». Также в этом подъезде отремонтировали входную группу, сделали пантусы и даже лестницу с подогревом. «Министерство жилищно-коммунального хозяйства каждый год анонсирует разные конкурсы. Мы стараемся, как управляющая компания, принимать в этих конкурсах участие. Этот жилкомплекс достоин таких подъездов, поэтому проинвестировали, получили заслуженную, я считаю, награду за красивое воплощение идей и мыслей жителей». Теперь подъезд на улице Германа Титова – один из лучших в Химках. И пример для многих, как можно собственными руками преобразить то место, в котором живешь. Юлиана Мазырина, Дмитрий Почаров, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.